Патриотизм воспитывали через физические испытания. В пятницу в Иванове прошел пятый военно-патриотический слет Отечества. Многим ребятам еще только предстоит служить в армии. Они уже хорошо представляют, что такое тяготы и лишения. И даже владеют автоматом. Сегодня ребята, курсанты, кадеты военно-патриотических клубов будут соревноваться в меткости стрельбы, в ловкости, в быстроте. Они преодолевают эстафету, пройдут полосу препятствий, будут заниматься сборкой автомата. Кроме того, сегодня для них будет зона викторина на военно-сторические темы. На слете девять команд, в каждой по пять человек. Препятствия проходят на время. Общий результат зависит не только от физической подготовки каждого, но и от понимания внутри команды в целом. Как выяснилось, это и было самым сложным. Самое сложное, наверное, тянуть всю команду, когда с ней не совсем часто тренируешься. Это впечатление. Тяжело. Даже мальчишки сходят с дистанции, что уж говорить о девочках. Но Люда Завьялова не из таких. Она не хуже парней прошла все препятствия. Учится на первом курсе в колледже. Военной профессии не мечтает. А спорт – это просто хобби. Я все равно понимаю, что в армии нет такого разделения, потому что один слабее, другой сильнее. Со всех спрос одинаковый, так что мы стараемся. Старались и парни, и девушки. Азарт соревнований и желание победить сильно увлекает. В этом году мероприятие приурочили к 70-летию разгрома немецких войск в Сталинградском и Курском сражениях. Более патриотичный лейтмотив придумать сложно. Тем более, что страну те роковые, сороковые, отстаивали ровесники ребят-участников. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.